МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поставила перед медиками задачи, связанные с ранней диагностикой данной инфекции, задачи, связанные с своевременным эффективным лечением данного заболевания. Начиная с февраля месяца медицинские работники начали подготовительные работы по борьбе с данной инфекцией. Были проработаны алгоритмы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, алгоритмы оказания медицинской помощи на госпитальном этапе. Также были отработаны схемы маршрутизации пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На базе инфекционного отделения было открыто провизорное отделение на 30 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Также были отработаны маршрутизации пациентов с клиническими проявлениями данной инфекции, в частности пневмонии, в инфекционные госпитали города Нефтекамск, а также в инфекционные госпитали города Уфы. Это в посолах Зубова, клиника БГМО и так далее. Пациенты с новой коронавирусной инфекцией, которые находились на программном гемодиализе, беременные, также были отработаны их схемой маршрутизации в город Уфы в Чешмы. Насколько была готова медицина к этому? Первые случаи заболевания появились в конце декабря в КНР. И уже тогда начали готовить медицинских работников, что появилось новое заболевание, стали известны случаи. И фактически где-то с января месяца начались занятия по условному вводу пациента с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Также были проработаны, как я уже говорила, схемы оповещения, алгоритмы. И при появлении условного пациента были отработаны действия медицинских работников при появлении пациента с данным заболеванием. Первые случаи заболевания у нас появились в конце марта, в начале апреля месяца. Тогда же было развернуто провизорное отделение в Янаульском районе. И пациенты начали госпитализироваться в данное учреждение для получения специализированной помощи. Также пациенты были направлены на лечение инфекционной госпитали города Нефтекамска по маршрутизации. Какие основные признаки коронавирусной инфекции? Коронавирусная инфекция – это острое инфекционное заболевание, вирусная идеология. Инкубационный период, то есть период от момента заражения до появления первых признаков заболевания, длится от 2 до 14 дней. В среднем это 2-5 дней. В большинстве случаев, то есть у 90% заболевших, заболевание начинается с повышения температуры, с лихорадки. Также пациентов мучает сухой кашель. Не у всех, это где-то около 30-40% пациентов жалуются на сухой кашель. Также могут быть такие проявления, как нарушение обоняния, нарушение вкуса. То есть это связано с повреждением обонятельного нерва. Раньше, если мы считали, что нарушение обоняния связано с отеком слизистой и так далее, то в данный момент нарушение обоняния и нарушение вкусовых качеств связано с поражением нервной системы. Поэтому для коронавируса характерно не только поражение со стороны легких. Да, основным клиническим проявлением коронавирусной инфекции является двухсторонняя полисегментарная вирусная пневмония, но также при коронавирусе поражаются эпители клетки головного мозга, поражаются органы такие, как сердце, печень и желудочно-кишечный тракт. И, как я уже сказала, основным клиническим, наиболее частым клиническим проявлением при коронавирусной инфекции является полисегментарная пневмония. При появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Это очень важно, то есть не заниматься лечением. И в настоящее время меняются подходы к лечению данного заболевания. То есть если ранее назначались антибактериальные препараты, то в настоящее время в первую неделю заболевания все-таки назначаются противовирусные препараты и к антибактериальной терапии подход очень сужен. То есть для назначения антибактериальных препаратов необходимы показания для назначения данной группы препаратов. Поэтому при появлении первых признаков заболевания, при повышении температуры, при сухом кашле, при появлении саднений, если были какие-то признаки, необходимо обратиться за медицинской помощью. Либо же вызвать врача на дом, либо же обратиться в приемный покой. Если человек узнает, что он контактировал с больным ковидом, то он обязательно должен обратиться, сдать анализы. Или он должен какой-то симптоматику дождаться. Или насколько вообще риск заражения при контакте? Коронавирусная инфекция считается высококонтагиозным заболеванием. То есть это та инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. То есть риск заражения высок. Поэтому если был контакт с зараженным коронавирусной инфекцией, необходимо также обратиться к участковому терапевту, выполнить те рекомендации, которые вам посоветует врач. Какие самые эффективные способы профилактики коронавирусной инфекции, способы избежать заражения? Профилактика коронавирусной инфекции на сегодняшний день сводится к специфической профилактике. То есть это вакцинация коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Российской Федерации у нас разработаны три вида вакцин. Это зарегистрирована в августе, 11 августа, вакцина Института Гамалеи, Гам-Ковид-Вак. Это комбинированная вакцина, которая проводится, вакцинация ей проводится в два этапа, с интервалом 14-21 день. Также зарегистрирована в октябре месяце вакцина Новосибирска, города Новосибирска, Эпи-Вак-Корона. Это пептидная вакцина, она менее реактогенна. И также вакцинация проводится в два этапа, с интервалом 14-21 день. Вакцины обе хороши, поэтому и третья вакцина в настоящее время находится на этапе разработки. Она зарегистрируется в конце февраля, в начале марта. Это цельноверионная, инактивированная вакцина Института Чумакова. Сейчас любой желающий может вакцинироваться. Какие шаги он должен предпринимать, чтобы попасть в этот список? Вакцинации подлежат все желающие, кто хочет привиться от данной инфекции. Противопоказания – это острые инфекционные заболевания, это обострение хронических заболеваний, это рецидив онкологических заболеваний. То есть пациент должен обратиться к своему участковому терапевту в поликлинику по месту жительства, прийти на прием, пройти осмотр врача, измерить температуру. Если нет противопоказаний, может вакцинироваться. Возрастных ограничений нет. Возрастных ограничений нет. Апробация вакцин проводилась для категории лиц от 18 до 60 лет. Но на сегодняшний день пациенты старше 60 лет также подлежат вакцинации. Как я уже сказала, вакцина появится, она уже зарегистрирована в октябре месяце. Это менее реактогенная вакцина, то есть хорошо переносится, с отсутствием побочных действий на вакцинацию. Это эпиваккарона. Но также вакцина, которая на сегодня прививается с института Гамалея Спутник, тоже вакцины очень хорошие. Они также комбинантные, но у некоторых пациентов могут быть повышения температуры тела. То есть это как бы ответная реакция на внедрение агента. Поэтому этого бояться не надо. Для человека, который придет на прививку, он какие-то шаги, что-то должен подготовиться, соблюдать до прививки, после прививки? Ну, пациент должен, во-первых, приходить здоровый, то есть на фоне полного здоровья. Если он куда-то выезжал за границу, либо какие-то территории, то есть 14 дней он должен, как бы пройти должно это время, чтобы исключить заражение при поездках, например. Поэтому вакцинации, как я еще раз повторяю, проводятся совершенно здоровым лицам и при ремиссии хронических заболеваний. Какие методы диагностики коронавирусной инфекции на данный момент имеются? На сегодняшний день диагностика коронавирусной инфекции проводится согласно клиническим рекомендациям по диагностике лечения профилактики данной инфекции. Это 10-я версия, кстати, от 8 февраля 2021 года. И диагностика проводится, это прежде всего лабораторные методы диагностики, куда входит исследование мазка из девы и носа, также исследование моноферментного анализа, это исследуется кровь пациентов и инструментальные методы диагностики. Что касается лабораторной диагностики, она всем хорошо известна пациентам, то есть берется мазок, направляется в ближайшую лабораторию города Нефтекамска, и результат приходит в последнее время у нас на смс-сообщение на телефоны пациентов. Что касается иммуноферментного анализа, данный анализ проводится у лиц с признаками ОРВИ, у лиц, которые планируются поступать на лечение в соматические отделения. Этот анализ проводится также для верификации субклинических форм коронавирусной инфекции. Также необходимо проводить обследование иммуноферментным методом анализа перед вакцинацией, потому что мы должны знать, перенес ли человек данную инфекцию, имеется ли у него защитный титр антител. Потому что вакцинация проводится для выработки защитного титра антител, и после также перенесенной инфекции вырабатывается защитный титр антител, чтобы предотвратить повторные заражения данной инфекции. На сегодняшний день повторных заражений пока мы не регистрировали. Антитела после перенесенной инфекции сохраняются в среднем от 6, в разных источниках пишут до года, потом дальше титр антител их снижается, но также необходимо помнить, не забывать о том, что циркулируют различные штаммы коронавируса, поэтому в конце декабря 2020 года было сообщение о циркуляции нового штамма SARS-CoV-2 в Великобритании, поэтому штаммы появляются новые, и поэтому вакцинация у нас штамма специфична. Поэтому если человек привился от коронавирусной инфекции, это не означает, что он не может не заразиться данной инфекцией. Он может заразиться, но заболевание будет протекать гораздо легче и с отсутствием осложнений от данной инфекции. Потому что, как известно, коронавирусная инфекция, да, она в 70% случаев протекает в легкой форме, но также в 30% случаев она протекает в средне-тяжелой и в 5% тяжелой форме заболевания. У 3-4% развивается клиника острого респираторного дистресс-синдрома, цитокинового шторма, и что может приводить, к сожалению, к летальным исходам. Смертность от коронавирусной инфекции в Российской Федерации у нас сколеблется от 2 до 3%. Если человек подозревает о том, что он мог переболеть коронавирусной инфекцией, так скажем, в какой-то скрытой форме, неявной, следует ли ему проверить, сдать анализы на антитела? Или иммунитет, может быть, к этому времени уже прошел? После перенесенной коронавирусной инфекции антитела появляются не сразу. То есть выделяют три вида антитела. Это иммуноглобулины А, которые появляются первые 2 дня, к концу первой недели. Это самые ранние антитела. Также иммуноглобулины М, которые появляются к концу первой недели и максимально вырабатываются. А иммуноглобулины G начинают вырабатываться позже и появляются к концу второй, к началу третьей, четвертой недели заболевания. Поэтому, если человек подозревает, что он перенес коронавирусную инфекцию, сдавать анализы ранее, чем через 3-4 недели, нет смысла, потому что антитела могут быть еще недостаточно выработаны, они могут не уловиться тест-системой, и поэтому информативного результата данный пациент не получит. Если же пациент сдал анализы, у него имеются низкие титры антитела или наоборот, какие-то ситуации, то в таких случаях мы тоже рекомендуем через какое-то время пересдать. Считается защитным титром антитела иммуноглобулины G более 2,2. Все, что менее 2,2, мы рекомендуем пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции обязательно для предотвращения заболеваний данной инфекцией. Если человек знает, что у него есть антитела, он может вести более спокойный, активный образ жизни или все-таки следует соблюдать строго все правила? Антитела, да, они защищают данного пациента от коронавирусной инфекции, но я еще раз повторяю, циркулируют различные штаммы вируса. Поэтому он может заразиться другим штаммом SARS-CoV-2 и тоже не надо забывать о наступлении наших сезонных вирусных инфекций. Это вирус гриппа, вирус парагриппа, аденовирус. То есть они тоже есть, они были и будут. Поэтому меры социальной дистанции полтора метра, ношение масок, избегать скученности, то есть меры личной профилактики, об этом мы тоже не должны забывать, хоть и мы провакцинировались. Если человек болен, каким образом проходит его лечение? На сегодняшний день лечение, как я уже сказала, проводится согласно клинических рекомендаций 10-й версии. Пациенты с легкой формой лечатся у нас амбулаторно на дому под наблюдением, под рекомендациями участковых терапевтов. Пациенты средней тяжелой формы и без пневмонии также могут проходить лечение на дому. Есть показания для госпитализации в стационары. Это показания клинические, то есть это если лихорадка более 38 градусов, более 3-5 дней, если низкая сатурация, то есть насыщаемость организма кислорода менее 95, если пожилой возраст, если имеются старше 65 лет, если имеется ряд хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, то есть да, такие категории пациентов подлежат госпитализации и лечению в стационарах, в профиле, где находятся эти пациенты. Три этапа лечения. Первая неделя – это противовирусные препараты, как я уже сказала. Вторая неделя – это, если пациенты поступают на второй неделе, это применение патогенетической терапии, это прежде всего глюкокортикостероиды для купирования цитокинового шторма, это препараты ингибиторы цитокинов, это ингибиторы интерлекина-6, интерлекина-1, ингибиторы янус-кинас, то есть препараты для купирования цитокинового шторма и для предотвращения таких осложнений, как ОРДС и так далее. Поэтому еще раз хотела повторить, лечение даже в амбулаторных условиях необходимо начинать с противовирусных препаратов. И антибактериальные препараты не принимать, либо же принимать, если они показаны. На сегодняшний день у нас три направления назначения антибактериальных препаратов. Это прежде всего лица, имеющие фоновые заболевания, это пермобидный фон, ожирение, сахарный диабет, это заболевания хронически-бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы. Да, таким лицам показано назначение антибактериальных препаратов. Второе, это пациенты, которые в стационаре имеются признаки присоединения бактериальной инфекции, то есть это повышение лейкоцитов, это сохраняющаяся температура, это увеличение прокальцитанина, то есть признаки сепсиса, если имеются признаки присоединения бактериальной инфекции. И третье показание для назначения антибиотиков, это те пациенты, которые в стационаре получают ингибиторы интерлейкинов, Это ингибиторы, как я уже сказала, зумабы и ингибиторы янускиназа. То есть этим пациентам также показана антибактериальная терапия. А на амбулаторном этапе лечение начинается с противовирусной терапии. При необходимости добавляются антибактериальные препараты. И очень осторожно необходимо назначать глюкокортикостероиды. То есть по показаниям на амбулаторном этапе глюкокортикостероиды, в частности преднизолон, в частности дексаметазон, также не рекомендуется. Потому что эти препараты применяются в стационарии для оккупирования цитокинового шторма. И раннее назначение данных препаратов также может усугубить, утяжелить течение заболевания. После того, как человек выздоровел, он был, особенно если болел, в средней форме, тяжелой форме заболевания, какие методы восстановления организма, какие лекарства, либо витамины, что он должен делать для того, чтобы восстановить свой организм. После выписки из стационара, обычно пациентов мы выписываем с дальнейшими рекомендациями на амбулаторное долечивание. То есть пациенты находятся под ежедневным наблюдением участкового терапевта. Они должны, во-первых, соблюдать режим питания, исключить фасфуды, легкоусваиваемые углеводы. То есть пища должна быть богатой белком. Потом необходимо частые прогулки на свежем воздухе. То есть увеличивать ходьбу, дозированную ходьбу. То есть режим и питание также занимают не последнее место в реабилитации выписанных пациентов. Выписанным пациентам также мы рекомендуем после тяжелой, а также средней тяжелой формы перенесенной коронавирусной инфекции прием препаратов, таких как глюкокортикостероиды, это маленькие дозы преднизолона, для того, чтобы профилактировать фиброзирование процесса. Потому что те пациенты, которые переносят двухсторонние вирусные пневмонии, они подвержены риску, если у них еще большие проценты поражения, процесса фиброзирования в легких. А это чем опасно? Это опасно тем, что у пациента могут быть длительно продолжаться одышка при ходьбе, при физических нагрузках, то есть страдать его жизнь. Поэтому эти препараты в маленьких дозах курсовыми схемами мы при выписке рекомендуем. Также необходимо принимать препараты антикоагулянты, потому что после коронавирусной инфекции, как известно, патогенез коронавирусной инфекции, это эндотелиид, это воспаление сосудистой стенки и нарушение свертывающей системы крови. И при коронавирусной инфекции пациенты чаще подвержены тромбозам. Поэтому после выписки из стационара рекомендуем принимать до месяца, до полутора месяцев антикоагулянты в проральной форме, то есть таблетированной форме, длительно принимать эти препараты, потому что, как я еще раз повторяю, могут быть тромбозы. Это тромбозы вен нижних конечностей, это может быть проявление в виде острого нарушения мозгового кровообращения уже после выписки из стационара, через месяц, может быть, через полтора. Поэтому реабилитация вся должна проходить, как я уже сказала, под наблюдением участкового терапевта. Также на сегодняшний день пациенты, перенесенные тяжелую, средне-тяжелую форму коронавирусной инфекции, могут продолжать реабилитацию в 8-18 больнице города Уфы. Там открыты реабилитационные отделения. И в некоторых санаториях, в некоторых профилакториях также открываются койки для реабилитации данных пациентов. То есть в этом направлении работа ведется широко. С момента реабилитации данных пациентов на сегодняшний день прорабатывается. Есть какие-то данные о том, через сколько организм сможет полностью восстановиться после течения заболевания? Таких данных нет. Каждый организм индивидуален. Пациенты, которые перенесли вирусную пневмонию, даже после выписки из стационара, у них сохраняется явление матового стекла. То есть мы выписываем их с уменьшением процента поражения. И поэтому этот процесс длительный. И рекомендуем пациентам после выписки проходить КТ-исследование через 1,5-2 месяца, не ранее. Потому что, как я еще раз повторяю, этот процесс длительный. Реабилитационные мероприятия длительные. Очень часто семьи, где есть заболевшие, все-таки живут вместе. И как члены этой семьи могут не заразиться? Что они должны сделать для того, чтобы себя обезопасить? То есть если в семье появился такой пациент легкого течения коронавирусной инфекции с положительным анализом, необходимо этого пациента изолироваться в отдельной комнате, то есть проветривать помещение, проводить влажные уборки. И изолироваться в семье. То есть карантин накладывается на ту семью, где источник инфекции выявлен. То есть если это дети, они пока не посещают школу. Если это взрослые, они не ходят на работу. То есть на контактирование накладывается карантин. Поэтому так соблюдение мер личной профилактики, ношения масок, это гигиеническая обработка рук. И, как я уже сказала, на сегодняшний день необходимо вакцинироваться, потому что широко ведется эта работа. В районе у нас началась эта работа с середины января. И получено в районе 490 доз данной вакцины. Гам, ковид, вак. И провакцинированы у нас медицинские работники, работники образования. Поэтому двухкратно, два этапа уже вакцинация проведена. Расскажите о вашем личном опыте работы в красной зоне. Работа в красной зоне у меня началась с апреля месяца 2020 года. Началась она в ковидном госпитале города Нефтекамска. Тогда мы работали по 14 дней с изоляцией. Далее я работала в провизорном госпитале города Инаула. И в настоящее время также работаю в красной зоне, в инфекционном госпитале города Нефтекамска. Но сейчас с января месяца у нас уже вахты закончились. Поэтому мы работаем посуточно. Лечение, диагностика пациентов с данной коронавирусной инфекцией, конечно же, менялась на всех этапах. В апреле месяце у нас были рекомендации другие. Сейчас с накоплением опыта медицина не стоит на месте. Появляются новые препараты для лечения пациентов, в том числе противовирусные препараты, которыми мы сегодня работаем. Это фавиприновир, коронавир. Мы начали применять их. То есть вся наша работа, лечение, диагностика, профилактика проводится согласно клинических рекомендаций. И каждый месяц, вот уже 11 месяц мы работаем с данной инфекцией, каждый месяц эти клинические рекомендации обновляются накопленным опытом по ведению пациентов, по лечению пациентов. В апреле месяце тактика была иная, сейчас тактика другая. Но, несмотря на это, мы все делаем по тем рекомендациям, которые зарегистрированы в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Рабочий день в красной зоне у нас шестичасовой. Обход пациентов проводится два раза, при необходимости и более. При поступлении каждого больного врач одевает СИС и также осматривает пациента. То есть сказать, что сегодня мы зашли два раза, завтра зайдем три раза, такого нету. В зависимости от поступления пациента, мы заходим, смотрим пациентов. Значит, все пациенты, которые у нас находятся в стационаре, они получают кислородотерапию, оксигенотерапию, то есть они на кислороде, на обычных лицевых масках. Также пациенты находятся у нас в пронпозиции, они должны находиться на животе в течение 12-16 часов в сутки. Рабочий день начинается с того, что одеваешь СИС, идешь, заходишь в красную зону, смотришь пациентов, назначаешь, смотришь их неанализы, назначаешь им лечение и контролируешь. Выписка тоже у нас проводится по показаниям. Если человек уже не нуждается в кислороде, если у него анализы улучшаются, если процент поражения легочной ткани уменьшается, то есть, как я уже сказала, мы их выписываем на амбулаторное долечивание. Как считаете, самое сложное, что или было, или является в этой специфике работы? Несмотря на то, что накоплен опыт лечения и ведения пациентов, все равно, к сожалению, как бы мы ни хотели, мы имеем летальные случаи. Но они связаны с тем, что пациенты, во-первых, это возрастные пациенты, во-вторых, это пациенты с фоновыми заболеваниями, с ожирением, с сахарным диабетом. И несмотря на все исследованные препараты, все равно мы имеем летальность. Хотя летальность у нас в Республике Башкортостан это ниже летальности Российской Федерации, около 1%, но несмотря на это летальность есть. Как считаете, изменилась осознанность жителями в целом этой болезни? Первое время было достаточно много высказываний о том, что коронавирусной инфекции не существует. В последнее время, где-то месяца 3-4, пациенты как-то стали уже более осознанно подходить к этой проблеме. То есть если в первые 3-4-5 месяцев пациенты не верили в данные заболевания, пациенты не соблюдали, не носили маски, не соблюдали режим самоизоляции. То есть все равно и средства массовой информации, и выступления на телевидении, и профилактическая работа со стороны медицинских работников дает о себе знать. И пациенты стали осознавать данное заболевание. На сегодняшний день мы видим, количество хоть и уменьшилось, пациенты поступают, и поступают в более тяжелой форме. Почему? Потому что они поздно обращаются. Они начинают самолечение антибактериальными препаратами. Для них, если звучит слово пневмония, значит необходимо лечить антибиотиками. То есть неправильный подход к лечению, позднее поступление, к сожалению, дает то, что мы видим пациентов с тяжелой формой данной инфекции и с явлениями острого респираторного дистресс-синдрома и с явлениями стакинного шторма. Сейчас какая возрастная категория больше поступает пациентов? Сейчас поступают пациенты старше 50 лет. То есть в основном старше 50 лет. Дети, подростки, они болеют данной инфекцией в легкой форме, в субклинической форме. То есть в субклинической форме это без клинических проявлений пациент переносит данную инфекцию. И о том, что он переболел, к сожалению, он узнает только, ну или к счастью, он узнает, сдав анализ на антитела коронавирусной инфекции. Для него это как находка. Сдает анализ, например, перед вакцинацией и узнает, что у него есть титры антител. И он перенес когда-то данную инфекцию. Но еще раз повторяю, титры антител со временем снижаются. Поэтому необходимо также помнить, что это не на всю жизнь. И соблюдать меры профилактики данной инфекции. Независимо от того, переболел ли пациент, либо же вакцинировался. В какой промежуток времени действует иммунитет от коронавирусной инфекции после вакцинации? На сегодняшний день пациенты, которые вакцинируются данной вакциной, например, в Янауле вакцина «Спутник», «Конковитвак» — это гомолейская вакцина. Разработчики данной вакцины дают рекомендации, что постпрививочный иммунитет сохраняется до полутора лет. Насчет вакцины пептидной «Эпиваккарона» — это векторовская новосибирская вакцина. Постпрививочный иммунитет сохраняется до года. Но и после перенесенной инфекции, как я уже сказала, также иммунитет сохраняется от 6 до 12 месяцев. То есть по прошествии года полтора жители снова смогут обратиться? Эта жизнь покажет. По прошествии года полтора надо будет сдать, наверное, титры антител, проверить. И как дальше будет, это уже будет время диктовать нам условия, какие будут рекомендации со стороны Министерства здравоохранения, какие будут, может, разработки в плане вакцин. На сегодняшний день наука не стоит на месте. И разрабатываются новые вакцины, разрабатываются новые лекарственные препараты для лечения. Поэтому, я думаю, время покажет. Как считаете, на психологическое здоровье в целом повлияла пандемия? Есть такая категория пациентов, у которых страх. То есть они, начиная вот уже с апреля месяца, ходят строго в масках, ходят в перчатках, обращаются к различным специалистам, к невропатологам, вплоть до того, что у них панические атаки. Такая категория пациентов есть. И поэтому специалисты с ними работают. И если необходимо, психологи тоже работают. Но такая категория пациентов есть, потому что страх есть. А сама коронавирусная инфекция влияет на психическое состояние, психологическое настроение, состояние? Да, как я уже сказала, коронавирусная инфекция, она поражает не только легкие. К сожалению, она поражает и центральную нервную систему, и периферическую нервную систему. После выписки пациенты на амбулаторное долечивание, участковые терапевты часто видят остыноневротический синдром. Часто встречаются с тем, что пациенты жалуются на головные боли, которые ничем не купируются. Пациенты... Это связано с тем, что поражается вот этим коронавирусом. Персистенция вируса идет в клетках нервной системы. Есть ли способы лечения, какая-то профилактика? Или это необходимо обязательно обращение к врачу? Или сам человек может что-то купить, какой-то порядок дня соблюдать? Если человек совершенно здоров, то необходимо соблюдать методы неспецифической профилактики. Как я уже сказала, это методы личной гигиены, это орошение слизистой обычным физиологическим раствором. Это можно приобрести в аптеках. То есть аквамарис, аквалор, орошение слизистой носа. Это с профилактической целью использования препаратов, таких как интерферона альфа, это такие как гриппферон для закапывания в нос, или спрей гриппферон. То есть такие препараты. Либо же препарат уминофеновера робидола с профилактической целью прием однократно, если был контакт с пациентом, у которого подтверждена коронавирусная инфекция. На сегодняшний день по основным нормативным документам, которые у нас есть, если у пациента был контакт, и у него нет клинических проявлений, то есть мазок он не сдает. Мазок сдается при появлении клинических симптомов заболевания. То есть при появлении лихорадки, либо же какого-то недомогания при появлении кашля или нарушения обоняния, например, или осязания. Какая ситуация в нашем районе по другим инфекционным заболеваниям? Нет, другие заболевания у нас также регистрируются, потому что, да, коронавирус у нас вышел на первый план, но несмотря на это, у нас также в 2020 году прошли и случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом как среди взрослых, так и среди детей, которые получали стационарное лечение в средне-тяжелой форме, в тяжелой форме в инфекционном отделении города Янаул. Случаев подтвержденных геморрагической лихорадки было меньше, чем в 2019 году, но эти случаи были. В связи с появлением этой новой коронавирусной инфекции инфекционные заболевания стали меньше регистрироваться. С чем это связано? С тем, что, наверное, люди, которые переносят вирусные инфекции, другие в легкой форме, они не обращаются в больницу, может, какой-то страх у них, либо же переносят на ногах легкие формы. К нам уже обращаются при тяжелых, при средне-тяжелых, при появлении осложнений. Поэтому, а так, вирусные инфекции и другие инфекционные заболевания, они регистрируются, но меньше, чем в 2019 году регистрировались. Как вы считаете, коронавирусная инфекция повлияла ли на работу именно инфекционистов? С появлением новой коронавирусной инфекции инфекционисты понадобились в каждом медицинском учреждении. И поэтому, там, где не было инфекционистов, туда эти специалисты приглашались. И, да, 2020 год возрос интерес к профессии врача-инфекциониста. С появлением новой коронавирусной инфекции, конечно же, улучшилась материально-техническая база инфекционной службы, только Иноульского района, но и все инфекционные службы в Республике Башкортостан. Мы это тоже с вами видим. Это открытие новых инфекционных госпиталей в поселке Зубово города Уфы. Это открытие филиала Стратомаки. То есть база улучшается, оснащение тоже улучшается. На сегодняшний день акцент все-таки мне хотелось бы сделать на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Необходимо провакцинироваться, если пациент не переболил этой инфекцией. Также необходимо соблюдать меры профилактики не только коронавирусной инфекции, но и других вирусных инфекционных заболеваний. И несмотря на эти проводимые все мероприятия, все равно, как нам уже прогнозируют наши ученые Российской Федерации, в конце февраля, начало марта мы можем ожидать третью волну коронавирусной инфекции. Учитывая, что прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, третья волна в конце февраля, в начале марта текущего года, поэтому особое внимание хочется обратить, чтобы население активно вакцинировалось, чтобы население активно соблюдало методы неспецифической профилактики против данной инфекции. Это соблюдение социальной дистанции, это ношение масок и прием препаратов, которые повышают иммунитет, занятие здоровым образом жизни. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала врач-инфекционист Ленарда Уфитовна Шерифулина. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедится снежный накат. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 19-24, днем минус 12-17 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok Дешево, 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 дешево. Аэрозоли, микстуры, таблетки, мази, сиропы, бинты, салфетки. Радуют выборы, низкие цены в очень доступных аптеках Формленд. Орбидол максимум 10 капсул, всего 499 рублей. В Центральной районной библиотеке пройдет программа детского юношеского телеканала «Тамыр». В 11 часов презентация и показ первого анимационного сериала на башкирском языке «Нурбастан». Конкурс «Умники урана. Награждение игры». В 12 часов пройдет профессиональная фотосессия семей, изучающих шажере, для межрегиональной выставки «Семейные корни». Тем временем в детской школе искусств пройдет программа детского литературно-художественного журнала «Акбузат». В 9 часов начнется презентация журнала «Акбузат» в рамках 30-летнего юбилея ознакомления с условиями республиканского открытого конкурса «Шажерема» и анкета среди подписчиков журнала. Также пройдет мастер-класс от художников журнала «Акбузат». В 11 часов презентация мультфильма «Шумер» на северо-западном диалекте башкирского языка и анкетирование. Добро пожаловать! Уважаемые, на улице 12 февраля в Уфе в приемной президента России состоится горячая телефонная линия с участием уполномоченных лиц отделения Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан. На горячую линию можно позвонить по вопросам назначения и выплат страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Звонки принимаются с 10 до 12 часов. Номера горячей линии 8 347 229 74 58 8 347 229 74 76 Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402 528 71 Перед тем, как надеть новую маску, помойте руки с мылом или обработайте антисептиком. Наденьте маску так, чтобы верхняя часть плотно закрывала нос, а нижняя – подбородок. Внимание! Медицинская маска должна прилегать к лицу белой поверхностью. По бокам не должно остаться зазоров. Когда носите маску, не трогайте ее руками. Не забывайте менять маску каждые два часа. Обработайте руки перед тем, как снять маску. Чтобы снять маску, возьмите ее за лямки. Выверните маску наружной поверхностью внутрь, положите в пакет и выбросите в контейнер для мусора. Снова обработайте руки. Не забывайте стирать тканевую маску каждый день. После стирки проглаживайте маску утюгом. Когда не надеваете маску, носите ее в чистом, защищенном месте. Надевайте только сухую и чистую маску. Не надевайте чужие маски даже после стирки. Внимание! Не перегружайте электросети. Перегрузка электросетей может привести к пожару. Будьте осторожны с электричеством. Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии? Делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежения общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.